МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Подводим итоги первого рабочего дня. В студии Олег Хатанзейский. Новости начинаются. В начале выпуска о предстоящих выборах территориальной избирательной комиссии Наринмара и Заполярного района закончили регистрацию кандидатов в депутаты регионального собрания по одномандатным округам. Из 58 человек процедуру успешно прошли 35. И среди них лишь один самовыдвиженец. Это ведущий специалист Лукоил Коми Татьяна Воробьева. Остальные 34 кандидата выдвинуты шестью избирательными объединениями. Итак, в первом западном одномандатном округе за депутатский мандат будут бороться глава телевысочного сельсовета Анатолий Чурсанов, председатель СПК «Восход» Михаил Уткин и сотрудник Центральной поликлиники Заполярного района Юрий Чуклин. Во втором Печорском округе кандидатов четверо – это ведущий экономист НИАЦ Алексей Конюков, генеральный директор «Стройуниверсала» Александр Колыбин, инженер КБИБО Елена Запалова и воспитатель детского сада «Ромашка» Людмила Тайбарей. Столько же кандидатов в четыре и в третьем восточном округе. Борьбу за депутатское кресло будут вести пенсионер Наталья Ройчева, руководитель регионального исполкома ОНФ Матвей Чупров, мастер-строитель Нениска ПК Виктор Шестров, а также сотрудник Центра развития бизнеса Роман Головин. В четвертом искательском кандидатов пятеро – это инструктор-методист Нениско-окружной больницы Ирина Терещенко, генеральный директор Тарана Анатолий Курленко, инженер управления строительства и ЖКХ администрации Наринмара Дмитрий Сущенко, руководитель группы управления хозяйственной деятельностью Нениско-окружной больницы Николай Запалов и прораб Наринмар Доримстроя Тимофей Сулуянов. В пятом заводском округе зарегистрированы председатель собрания депутатов Анатолий Мяндин, экс-мэр столицы региона Татьяна Федорова, начальник отдела по связям с общественностью Нениско-ТРК Кирилл Фролов и единственный самовыдвиженец Татьяна Воробьева. А вот в шестом портовом округе за мандат будут бороться Андрей Ружников, замдиректора Печорнефтегазпрома Андрей Доронин, начальник отдела МФЦ Андрей Никонов и сразу два действующих депутата горсовета Наринмара – Анна Булатова и Василий Карипанов. Что касается седьмого южного избирательного округа, то там баллотируется пять кандидатов – это медсестрань и низкокружная больница Ольга Карпова, генеральный директор Наринмарского авиаотряда Валерия Стопчук, руководитель отдела продаж и управления Федеральной почтовой службы Дмитрий Сухопаров, ведущий консультант собрания депутатов Евгения Белоконь и механик МБУ «Чистый город» Евгений Банников. В восьмом городецком округе будут бороться индивидуальный предприниматель Татьяна Антипина, уполномоченный по правам ребенка в регионе Рима Галушина, пенсионер Сергей Ружников, временно неработающий Василий Витязев и спортивный тренер Андрей Жинь. Напомню, всего в собрании депутатов 9 сентября будут избраны 19 человек. И в продолжении темы сегодня стартовал самый яркий период избирательной кампании – агитация в СМИ. Она продлится до 8 сентября, когда наступит так называемый «День тишины». Почти месяц зарегистрированные кандидаты будут презентовать свои программы, показывать предвыборные ролики с призывами поддержать их, а также сражаться в словесных дебатах. Бесплатное время одномандатникам и политическим партиям выделили на радио, телевидении и в местных печатных изданиях. Жеребьевка состоялась еще в минувший четверг. Кроме того, за счет своего избирательного фонда участники предстоящих выборов смогут купить дополнительное эфирное время и печатные площади. Политические партии, которые зарегистрированы, и, соответственно, кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам, могут воспользоваться своим правом и получить бесплатное эфирное время, также бесплатную печатную площадь для того, чтобы предоставить на суд избирателей свои определенные политические программы, взгляды, рассказать о том, что они хотели бы предпринять и сделать для избирателей. Другим новостям. В Ненинском округе появится единое хранилище документов. Его создадут в рамках регионального портала «Госуслуг». После реализации проекта любой гражданин сможет прийти с оригиналами документов в многофункциональный центр и разместить их в этом хранилище. В дальнейшем при получении госуслуг через региональный портал или МФЦ жителям больше не придется повторно приносить свои документы, и, как отмечают в Комитете информатизации связи, система будет надежно защищать введенные данные в соответствии с российским законодательством. Поэтому пользователи могут быть уверены, что личная информация не окажется у третьих лиц. О чем это говорит? Да, действительно, очень, так скажем так, даже может плачевно видеть каждый раз идущего жителя Ненинского округа преклонного возраста, человека высокого возраста, с огромной кипой документов в МФЦ, и каждый раз, подтверждая какая-либо услуга, необходимо это нести, это паспорта, трудовые книжки, это какие-то справки, это какие-то, скажем так, выписки. Теперь да, то есть, возможно, будут прийти с полным пакетом документов один раз, затем в МФЦ, МФЦ как раз таки передаст это в нашу единую систему хранения данных, оно там будет храниться. Естественно, там ряд документов необходимо подтверждать, там раз в год, раз в два года, там, да, если определены некие регламенты, то есть тот, кто трудится, это трудовые книжки, возможно, что-то поменялось, да, то есть необходимо просто вот еще раз донести трудовую книжку, и больше уже этого делать, если не будет никаких изменений, не надо. Добавлю, единое хранилище документов в регионе заработает уже в следующем году. Они с гордостью продолжают многовековое дело своих отцов и дедов, не смыслят своей жизни без оленей, а в паспорте многих из них стоит прописка тундра. В начале августа они собираются вместе, чтобы повидаться с родными и подвести итоги за прошедший год. Речь идет о кочевниках. В Ненинском округе завершились торжества по случаю Дня оленя. И прямо сейчас большой репортаж моей коллеги Алины Ваучейской о том, как в общинах отметили главный праздник тундры. Семейно-родовая община Елумт. Хозяйство небольшое, всего один чум, но здесь, чтобы отметить главный праздник ненцев, в День оленя, собрались кочевники со всей Малоземельской тундры. В августе оленеводы отмечают своеобразный Новый год. Время подводить итоги отела и убоя, а еще отдыхать, встречаться с родными и друзьями из соседних бригад и, конечно, хвалиться удалью. В забеге по пересеченной местности участвуют и стар, и млад. Это одна из дисциплин, в которой соревнуются жители тундры. Состязание довольно непростое, рельеф в этих местах неровный. Возвышенности, ямы и кочки. А потому здесь важна не только скорость, но и внимательность. Красивая мелодия ненецкой песни будто передает все тонкости суровой жизни кочевников. Да, чтобы было легче и веселее, здесь поют. Кажется, время в тундре остановилось. Оленеводы так же, как и десятки лет назад. Живут в чуме, готовят еду на печи и, конечно, пасут оленей. Школу пошли, на русском языке вообще не говорили. Да, мы не знали русский язык. Вот тебе, мантьяу. Оксана Лаптандер, помимо родного языка, практически в совершенстве владеет русским и английским. В стойбище она приехала из Нальминоноса. В национальном поселке хранительница ненецкой культуры продолжает прививать любовь к обычаям и традициям предков. С собой женщина привезла семилетнего Никиту для маленького городского жителя. Здесь все в новинку. Я сегодня сюда первый раз прилетел на Великолепию. Теперь мне понравилась тундра. Мне понравилось еще олени. Мальчик с неподдельным интересом слушает легенды бабушки. Сказок и поверье женщина знает превеликое множество. Одно из них – про бурового медведя. А мы не называем поненецкий медведь. Хэвы, как говорится, парденько мы называем. Черненький. Нельзя, ага, черненький. Не надо говорить медведь, да. Не надо, да, мастер, парденько. Ну что, ну, как говорится, поненецкий, поненецкий обычай мы очень. Вот от наших, да, осталось, от наших отцов, матерей, потомков. Нельзя так говорить, как говорится. Он может прийти. На родных просторах хранительница ненецкой культуры встретила подругу детства Ольгу Евтысую. Они росли в одной бригаде. Вместе собирали грибы и ягоды. Любили ходить за морожкой. Комаров мы почему-то не знали. Сейчас все-таки отмахиваются, да, Оля? Да. А мы куда? Комары и эти мухи, еще лошадиные мухи, очень сильно кусаются. И появилась еще гнус, гнус маленький, мошкара и еще чего-то неизвестное для нас. Если Оксана уехала жить в национальный поселок, то Ольга после школы вернулась в чум. Вольнолюбивая и сильная женщина стала председателем семейно-родовой общины с красивым названием ВЭТУ. С ненецкого переводится как «огни тундры». Удивительно, но из 7,5 тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих в ненецком округе, лишь 870 человек продолжают многовековое дело своих отцов и дедов. Одно из крупных хозяйств – сельхозкооператив ЕРФ. Кочевники из этой общины многие годы живут в доброй дружбе с нефтяниками. Недропользователи помогают хозяевам этих земель рублем и даже советуются, где, например, лучше проложить нефтепроводную трубу. И, конечно, в главный праздник оленеводов они не могут не поздравить жителей тундры. Отрадно, что отношения оленеводов и нефтяников базируются на взаимоуважении. Ведь в большеземельной тундре, где, по сути, многотысячные стады оленей, и при этом добывается нефть и газ, давно уже утвердились правила добрососедства. Уверен, что наше сотрудничество и впредь будет способствовать развитию оленеводства, улучшению качества жизни коренных жителей Заполярья. Все согласовывается с оленеводами. Вот это приятно, что на собраниях мы эти вещи все выносим. Оленеводы всегда говорят нефтяникам, как лучше проложить трубу, где лучше сделать, какой карьеру лучше взять. Поэтому сегодня вот нет того, что было лет 20-30 назад. Вот это радует. Раз, два, три. Богатыри из общины Емпто мерятся силой. Это, пожалуй, одна из самых уникальных стойбищ Ненецкого округа. Здесь самое большое количество оленей, порядка 13 тысяч голов. Кочевники здесь живут большими семьями и изолированы от внешнего мира. Строго соблюдают традиции, и даже одежда этих оленеводов считается самой красивой. Праздник, как и положено, отмечают с размахом. Приехало много артистов и гостей, и, пожалуй, самый долгожданный из них – Александр Цибуцкий, временно исполняющий обязанности губернатора, и с первых уст узнал о том, что сегодня тревожит жителей тундры. Основная проблема в этих краях – отсутствие убойного пункта. Это делает невозможным законную реализацию мясной продукции и, вместе с тем, получение государственной поддержки. Я не раз говорил, что оленеводство, в моем понимании, это сильно недооцененная отрасль экономики региональной в целом, ну и, конечно, традиционного вида деятельности. Понятно, что в силу особенностей нашего округа, мы все их прекрасно знаем, не буду их много раз повторять, многие экономические проекты в наших краях запустить довольно сложно, исходя из тех издержек, которыми они сталкиваются, в логистике, северного дорожания и так далее. Но есть те вещи, которые являются традиционными, что называется, вот они прямо рядом с нами, и вот они-то и должны стать точками роста. И здесь, мне кажется, наша задача создать для наших оленеводов, а в первую очередь для таких традиционных семей, которые пасут оленей и делают это много-много лет и действительно добиваются высоких результатов и в качестве мяса. И сегодня, наверное, в мире уже сложно найти продукт, который был бы настолько экологически чистым, органическим. Эти олени ничего в жизни, кроме ягеля и высококачественной травы, не пробовали и соответствующего качества здесь мяса. Поэтому, если возвращаться к тем эмоциям, то я действительно получил колоссальное удовольствие. Я впервые в жизни попробовал поуправлять оленей упряжкой. И мы пообщались, мы пообсудили все проблемы, которые есть у наших друзей. Надеюсь, что в ближайшее время, как многие из них, мы уже начнем решать. В знак уважения к главе региона, хозяин этих земель, председатель общины ЕМПТО Федор Накрета, подарил Александру Цибульскому оленя. Это я придумал сам. Сам накатался на оленях, так вот я сейчас думал, я ему подарю, чтобы ему, губернатору, у нас ему свой олень в моем стаде было. Живой подарок глава региона забирать с собой не стал, но пообещал почаще наведываться в общину. Поймай оленя в Канинской тундре – любимая детская игра. Маленькие кочевники ловко закидывают на своих сверстников тензей. Так в этих краях называется веревка. Здесь нет победителей и проигравших. Таким образом, малыши приобретают необходимые для оленевода навыки для ловли рогатых животных. Около полудня в небе раздается звук приближающегося вертолета. Вот он, долгожданный борт. Встречают его всей общиной. Вертолетом в Канинскую тундру привезли продукты, медикаменты, посылки от родных и, конечно, подарки. Спецрейсом сюда прилетел и воспитатель кочевого детского сада. Андрей Латышев сам вырос в Канинской тундре и не понаслышке знает, дети кочевников нуждаются в особом внимании со стороны педагога. Заниматься с ребятами Андрей будет по специальной обучающей программе. Ее разработали сотрудники Ненецкого центра развития образования. Мы накачали электронную азбуку. Дети там нажимают определенной кнопкой, у них выскакивают слова. Азбука им выдает слова. И также электронная математика. А вот сейчас нам привезли планшеты, ноутбуки. И для современных детей это неожиданно, более цивилизация развита. И тут тоже они должны как-то развиваться с современным миром. Я птичку най, я птичку най, золок. Малыши с интересом и восторгом разглядывают дюковиную технику. И пусть не с первого раза, но детские пальчики все же осваивают планшетный компьютер. Удивительны для маленьких кочевников даже звуки домашних животных, ведь в тундре они привыкли видеть только оленей и птиц. Лошадь. Корова. Помимо электронной техники, малышам привезли все необходимое для развития мелкой моторики. Конструкторы лего, альбомы, краски, карандаши и пластилин. И пока дети заняты творчеством, их родители могут спокойно заниматься хозяйством. Чумоработница Алена Ванюта, к чему ему детскому саду, очень рада. Говорит, теперь ее сыну первый класс не страшен. Дети-то и в самом деле от неподготовленной школы идут, а самые элементарные цвета хотя бы они разбирают. У меня он ребенку три года, он теперь знает, какие цвета у них есть. А так мы, например, когда маленькие были, нас этому не учили. Живут тундровики в брезентовых палатках. Говорят, это практичнее, чем традиционный ненецкий чум. Малыши кочуют вместе с родителями. По словам врачей, которые в рамках праздника прилетели обследовать оленеводов, дети очень крепкие и физически развитые. Они же живут в гармонии с природой. В общем-то, правильно питаются достаточно. Поэтому, конечно, в основном-то здоровые. У них нет, может быть, таких вот болезней цивилизации, которым подвержены дети, живущие в городах. На Канине в этом году развернули настоящую полевую поликлинику в составе передвижного медицинского отряда, помимо терапевта и педиатра, стоматолог и УЗИ-диагносты. Здесь же кочевое население сдает анализы и даже проходит флюорографию. По другую сторону стойбища соревновательная площадка. Мужчины метают тензи. Задача максимум – попасть на хоре и деревянный шест, которым гонят упряжку. Дается несколько попыток. Для хорошего результата здесь нужна не только меткость и сила, но и набитая рука. Ну, эти соревнования выявляют то, что человек умеет на профессиональном уровне летать наезде. Это по профессии ему нужно. Ну, а сразу после заката возле бригады появляются виновники торжества. Эти олени – элита общины. Въездовых быков выбирают самых диких животных. Они сильнее, выносливее и быстрее остальных. У каждого погонщика своя упряжка. Причем оленеводы знают животных и с легкостью находят среди нескольких сотен рогатых хозяев тундры пять своих. Именно столько оленей запрягают в упряжку. Семен Волчейский в соревновательных заездах участвует впервые. Молодому человеку всего семнадцать. Сейчас он учится в десятом классе. Но как только окончит школу, собирается вернуться в родную тундру. Тут все равно как-то все свое. Я все равно думаю, в город как-то не хочется. Неохота в город ехать. Тут все равно свое. Когда олени запряжены, кочевники выдвигаются на трассу. Она расположена в низине, на болоте. На сопках собираются болельщики. И вот флаг сигнализирует о начале главного соревнования в тундре. Самая зрелищная и яркая часть национального праздника гонки на упряжках начинается после заката, когда на землю ложится роса. По сырой траве олени скользят легче и быстрее. Кстати, максимальная скорость, до которой может разогнаться животные – 40 километров в час. Стартует по одному. Длина дистанции – 100 метров. Это только на первый взгляд кажется, что в заездах все просто. Понятия «фальстарт» и дисквалификация кочевникам знакомы. Например, если вожак – это главный оленево-пряжки – подпрыгнул на старте, погонщик автоматически попадает в разряд проигравших. За звание самого быстрого оленеводы состязались до рассвета. А после разбрелись по своим палаткам. Настало время отдыхать и готовиться к долгой и тяжелой зиме. Алина Волчейская, Алексей Орлов, Антон Водряков и Алексей Нестеров. Телеканал «Север». Канинская тундра. На этом все. Спасибо, что были с нами. И далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова